Hello, hello, привет, друзья! Вы смотрите канал K-English, с вами Елена Викторовна Вагниста. Вы попали в плейлист английская грамматика уровня Advanced, и здесь мы с вами рассматриваем все тонкости и нюансы, которые связаны с высоким уровнем владения английским языком. Сегодня мы с вами продолжаем в 57-м уроке говорить о способах, как пояснить слово, как ввести дополнительную информацию, и в частности мы будем говорить с вами о фразах с предлогом prepositional phrasal, phrase with a preposition. Давайте посмотрим, что это такое и как этим пользоваться. Итак, очень часто, очень и очень часто дополнительную информацию сообщают с помощью фразы с предлогом. Напоминаю, что фраза – это не предложение. Фраза – это только его часть и никогда не полноценное предложение. Если мы говорим о фразе с предлогом, то у нас будет, скорее всего, предлог, а потом слово, с которым оно связано. Слово будет существительным. По функциям фраза с предлогами похоже на relative clause, но по факту является его укороченным вариантом в большинстве случаев. Давайте посмотрим, как это работает. What the name of the man by the window? Как зовут человека у окна? Как зовут человека? What the name of the man? Это как бы главное предложение, да, мы хотим пояснить, какой такой человек. Что это за мужчина? Явно мы через by the window вводим информацию о том, что это за мужчина. The man by the window. И здесь, вот если так посидеть, подумать, то явно ощущается, что мы можем перефразировать немножечко это предложение и ввести ту часть, которая поможет превратить блок by the window в полноценный relative clause. Who's by the window? Who's by the window? Вот здесь как бы такой пример не очень явный, да, но очень часто бывает, что вот мы видим пояснение, которое начинается сразу с предлога, и мы прям чувствуем, что это укороченный вариант более длинного предложения. Вот как раз об этих случаях мы с вами говорим, а не вообще о любом абсолютно пояснении, связанном с предлогом. It's the cupboard under the stairs. Это шкаф под лестницей, тот, в котором жил Гарри Поттер. The cupboard under the stairs, да. Мы можем расширить фразу и сказать It's the cupboard that's under the stairs, да, то есть that's under the stairs уже будет relative clause, но вот это that, ну как бы и так всем понятно, мы его просто вышвыриваем. Поэтому мы говорим, это тот самый шкаф, который под лестницей. It's the cupboard under the stairs. Вот да, для того, чтобы как-то дифференцировать вот эти вот propositional phrases, давайте при переводе будем добавлять слова типа КОТОРЫЙ, КОТОРЫЙ и так далее. Как зовут мужчину, который возле окна? Это шкаф, который под лестницей. She lives in the house with the red door. Она живет в доме, который с красной дверью. She lives in the house и вводим пояснение. Что за дом? With the red door. То есть это тот самый house, which has the red door. Видим, что мы перефразировали, укоротили relative clause и ввели его в виде такого вот достаточно простого и всем понятного пояснения через предлог. Итак, вроде бы тут очень все просто. При переводе единственное, что да, добавляем слова, которого не было. В некоторых случаях, однако, у нас как бы невозможно подобрать подходящий relative clause. Например, Тебе нужно тщательно записывать все, что ты тратишь. Здесь у нас, в принципе, мы вроде бы даже где-то же проходили, что of what это вариант relative clause, который начинается с предлога. Где-то этот блок был, по-моему, даже здесь в этой книге. Я уж не помню, потому что я просматриваю много разных грамматик. По-моему, мы это проходили. И мы с вами говорили о том, что relative clause не обязательно будет начинаться с всем понятных союзов или союзных слов. What, why, who, that. Может начинаться и со связки с предлогом of what you spent, как здесь. There is likely to be an increase in temperature tomorrow. Очень вероятно будет повышение температуры завтра. Здесь, мне кажется, никак не подберешь relative clause, и мне это видится просто стандартным пояснением через предлог. Ну, такой вот интересный момент, что вы вообще об этом всем думаете, об этих способах пояснения. Мне они видятся просто мудрствованием, связанным с простыми и всем понятными вещами. Ну, давайте продолжим пункт A. В связке be плюс предлог и в связках с глаголом have, за место предлога with, использовать фразу с предлогом неудобно и лучше говорить через relative clause. Давайте посмотрим, что имеется в виду. Mr. Chen, who was in the store at the time of the robbery, was able to identify two of the men. Mr. Chen, который находился в магазине во время ограбления, смог опознать двух из этих мужчин. Итак, мы видим, что есть пояснение, кто такой Mr. Chen. Who was in the store at the time of the robbery. Теоретически мы можем перефразировать и сказать Mr. Chen in the store at the time of the robbery was able to identify... Но звучит прям-таки очень куц и некрасиво. Здесь, видимо, мысль такая, что очень часто relative clause мы можем укоротить и преобразовать его в вариант просто пояснения через предлог, который простой, базовый и понятный. Но иногда, конечно, мы не можем так прям взять и всё лишнее выбросить. И это чаще всего касается именно вариантов с be и вариантов с have, где ещё есть предлог. Was in, как вот в данном случае. Was in. Вот из-за того, что есть in, мы просто так не можем выбросить who was. Давайте посмотрим второй пример. David Gallo, который имеет ферму возле Пизы, решил выращивать органические овощи. Видимо, какие-то экологически чистые имеются в виду. Мы можем как бы тут попробовать изгалиться и сказать В принципе, это даже неплохо звучит. Но, в принципе, из-за того, что у нас тут после who стоит has, лучше как бы ничего не выбрасывать. Я бы вот этот вариант даже не пыталась перефразировать. Ну, иногда здесь как бы мысль в том, что иногда, если вы хотите, всё можно перефразировать. Можно дать полный relative clause, можно его укоротить и ужать. Тут же всё по вашему собственному желанию. Двигаем дальше. Итак, переходим к academic English. Мы помним, что это высокий уровень английского языка, который характерен для деловой английской речи. In academic English, после поясняемого слова, то есть фразы с существительным, может стоять несколько блоков с дополнением. Вот как бы сложный случай, да, такое действительно бывает, когда к одному слову идёт сразу несколько блоков, которые его поясняют. Несколько отдельных фраз. При этом relative clause будет стоять после фразы с предлогом. И фраза с предлогом может передавать значение характеристики. Чтобы это всё не было жуткой голой теорией, давайте смотреть. Итак, doctors are contacting patients with diabetes who have taken the drug in the last six months. Докторы связались с пациентами, у которых имеется диабет, и которые принимали лекарства за последние шесть месяцев. Не знаю, каждый раз, когда вижу слово drug, у меня просто мозг выносит. Ну, есть же слово medication, да, есть слово medicine. Почему упорно используют слово drugs, когда оно настолько окрашено и связано именно с наркотиками, да. Ну, вот видите, маразм, вот как по мне, да, современного английского языка, когда слово drugs стали использовать применимо к любому медицинскому препарату. Хоть наркотики, хоть таблетки, хоть лекарства, хоть то. Вот странная вещь, но в общем. Итак, у нас есть patients, пациенты. Мы даём пояснение, кто такие эти пациенты. Who is diabetes, с диабетом. И вы смотрите, relative clause, который поясняет слово patients, who have taken the drug in the last six months. Вот это вот relative clause, мы его как бы отодвигаем из-за того, что есть пояснение с предлогом, мы его отодвигаем дальше. То есть сначала мы указываем более короткое пояснение, где предлог и слово, которое с ним связано. И только потом мы указываем relative clause. Также мы этой темы с вами ранее касались. The doctors are contacting patients with diabetes, who have taken the drug in the last six months. Смотрим ещё один пример. Scientists in Spain who have developed the technique are optimistic that it will be widely used in laboratories within the next decade. Итак, учёные в Испании, которые развили... технику, технологию, являются оптимистами по поводу того, что она будет широко использоваться в лабораториях в следующие 10 лет. Кто такие эти учёные-оптимисты? These scientists are optimistic. Кто они? Во-первых, мы знаем, что они в Испании. In Spain. Во-вторых, мы знаем, и есть об этом информация через relative clause, что они что-то там разработали. Who have developed the technique? И только потом мы возвращаемся к нашему предложению и продолжаем главную мысль. То есть, что мы видим? Друзья мои, если у вас несколько блоков с пояснением, то сначала указываем короткий блок, который начинается с предлога, и только потом длинный блок, который представляет из себя relative clause. Вот так вот. Двигаемся дальше. В зависимости от ситуации может использоваться серия различных видов clause для пояснения существительного. Тут у нас не будет relative clause, здесь у нас будет просто несколько блоков. Разные. Мы их комбинируем в зависимости от того, что нам нужно, и здесь мы их располагаем, я даже не знаю, вот по своему желанию. Здесь нет какой-то чёткой схемы, как что мы должны располагать. The waxwing is the only bird found in Britain with yellow and red tail feathers. Ваксвинг, я не знаю, как это переводится, птица, искала перевод, не нашла. Какая-то, в общем, ваксвинг. Давайте так и будем называть. Значит, птица ваксвинг. Это единственная птица. Теперь, какая она? Первый блок. Found in Britain, обнаруженная в Британии. И второй блок пояснения. With yellow and red tail feathers. Мне кажется, что можно переставить эти блоки, и ничего не поменяется. The waxwing is the only bird with yellow and red feathers found in Britain. Ваксвинг – это единственная птица, которая имеет жёлтые и красные пёрышки, которые находятся в Британии, которые имеются в Британии. Мне кажется, особо ничего не меняется. То есть, можем переставлять и так, и так. Давайте посмотрим следующий пример. Итак, мистер Боб Тимс, лидер Демократической партии, депутат Три Окс, объявил о переизбрании. Главное предложение мистер Боб Тимс has announced. Пояснение. Первое. Кто этот мужчина? Leader of the Democratic Party. Второе пояснение. MP for Three Oaks. MP – депутат. Интересное слово. Почему-то как-то раньше даже на него не обращало внимания. Мы можем переставить эти два пояснения, и ничего не поменяется. Мистер Боб Тимс, MP for Three Oaks, лидер Демократик партии. Ничего вообще не меняется. Так как у нас только один мистер Боб Тимс, и других мистеров Бобов Тимсов нет, по крайней мере известных, то вот эти пояснения, они не являются обязательными. Все и так знают, что это тот самый Боб Тимс, который работает на демократов, который депутат. Эти пояснения не обязательны, поэтому мы их выделяем запятыми. Ну вот такой вот блок. Опять же, здесь могут быть любые, кроме relative clause пояснения, хоть какие-то clause, хоть связки с предлогами. И последний, друзья мои, блок иногда добавления серии пояснений выраженных связками с предлогами ведет к двусмысленности. Такое бывает очень часто, и вот для того, чтобы этого не было, конечно, мы должны фразы перефразировать. То есть, если у вас одно поясняет другое, а третье непонятно поясняет второе или первое, вот в этом случае у нас и возникает двусмысленность, и тут надо что-то сделать, в общем, чтобы фраза была понятной. Итак, протестующие демонстрировали против несправедливого отношения к животным на фермах. Вот непонятно, on farms – это животные, которые на фермах, или это протестующие демонстрировали на фермах, то есть фермеры вышли и на своих фермах протестовали. То есть, вроде бы как всё однозначно, но вот это on farms, оно вызывает у нас, в общем, сомнение, да, что можно сделать. Можно как-то перефразировать, например, То есть, теперь понятно, что протестующие именно на фермах демонстрировали, входили на демонстрацию, да, и против чего вот эти фермеры вышли? Против плохого отношения к животным. Либо давайте по-другому скажем. Вот здесь за счёт того, что мы добавили слово kept, то сразу стало понятно, что люди протестовали против несправедливого отношения к животным, которых держат на ферме. То есть, людей на фермах не держат. Слава тебе, Господи, пока что, да? И поэтому сразу стало понятно, что животные находятся на фермах. Такое бывает, когда у нас несколько блоков пояснения, и третий блок может по логике, да, пояснять слово из второго блока. Вот если так получается, то, конечно, нужно как-то эти предложения разделять, разводить. Иногда можно перефразировать и сказать двумя предложениями. Иногда можно, видим, что-то заменить, какие-то элементы переставить так, чтобы всё стало однозначно. То есть, делайте это, если это требуется по контексту. Но, друзья мои, не знаю, что ещё сказать по поводу этого юнита. Мы видим, что он, в общем-то, очень простой. Но если мои пояснения вам помогли и что-то в чём-то где-то открыли глаза на данную тему, я очень рада, буду это узнать. Поэтому обязательно пишите об этом в комментариях. И до скорой встречи в новых уроках в разборе грамматики Advanced на канале OK English. С вами была Елена Вагнистая. Bye! Субтитры создавал DimaTorzok